Для Молоха практически нет преград. Он свободно перемещается по пересеченной местности. Болото, снег, песок и даже водоемы. На этом вездеходе можно форсировать ртыш. Из-за колес водоизмещение он спокойно преодолевает. У колес 4 тонны водоизмещения, а вес вездехода 2 тонны. То есть 50% превышает. То есть он еще как бы и водка. Да. Товаряк Андрей Сибирский пришел к производству вездеходов просто. Когда увлекся охотой и понял, что подходящей техники практически нет. Пришлось взяться за дело самому. И снегополотоход пользуется спросом. Преимущественно у охот-пользователей. Здесь могут разместиться 7 пассажиров. Грузоподъемность машины до 800 килограммов. А в утепленном салоне можно даже заночевать. Есть также блокировка, электроплокировка переднего моста и заднего моста, что очень сильно повышает проходимость вездехода. Два года назад госоход департамент Тюменской области начал обновление материальной базы районных отделов. Госинспекторы получили в пользование новенькие снегоходы, квадроциклы, уазы. Хорошие вездеходы искали по всей России, а нашли в Тобольске. Высокопроходимая очень высокая техника. Дальше, чтобы нам было комфортно в ней и в лесу остаться, где-то переночевать, жить или еще чего-то. Потому что у нас служба такая. Все показатели устроились, все превосходно. Молох уже использовался инспекторами Тобольского и Вагайского районов. Теперь появился и в Увадском. Сегодня состоялось торжественное вручение ключей. Площадь Увадского района составляет 3 миллиона гектаров. Из них, из этих миллионов гектаров, 48% болота. А эта техника, и называется снегоболотоход, она и по снегу, она и по болоту. Соответственно, она нам нужна по зарез. И надеюсь, что с прибытием этой техники, конечно, мы сможем более интенсивно участвовать в охране охотничьих угодек, проведении биотехнических мероприятий. В Увадский район снегоболотоход отправится своим ходом, ведь по асфальту он передвигается так же хорошо, как и по бездорожью. Анастасия Терехова, Михаил Куричко, Тобольское время.